Первая часть знаменитой гоночной серии Колин Макрей Релли увидела свет в далеком 1998 году. Благодаря небывалому реализму геймплея, передающему всю прелесть раллийных соревнований, серия быстро приобрела практически культовый статус. Однако в прошлом году издатель принял решение отказаться от названия Колин Макрей Релли. Почему? Да потому что Колин Макрей Дёд принципиально отличается от своих предшественниц. И дело тут не только в наличии оффроад-турниров и новых игровых режимов. Приготовьтесь к новым ощущениям, говорят разработчики из компании Codemasters. Колин Макрей Дёд познакомит нас, наверное, с одним из лучших движков современности, получившим название Neon. Этот мотор идеально подходит для гоночных игр. Достаточно лишь сказать, что он, как никто другой, умеет просчитывать воздушные потоки, дым из выхлопных труб, разлетающаяся во все стороны грязь, развивающиеся флаги, трепыхающиеся на ветру листья деревьев, как капли дождя, бьющие по лобовому стеклу. Все они будут действовать строго по законам физики и в соответствии с командами движка. Кроме того, Neon обеспечит максимально реалистичную модель повреждений автомобилей при столкновениях. Тот же высокий уровень реализма наблюдается и при управлении машинами, так что копи деньги на руль. Впрочем, если тебе больше по душе аркадные гонки, просто поменяй настройки игры. Установки легко регулируются, как душе угодно. Колин Макрей Дед представлены 9 видов соревнований, включая традиционные ралли, внедорожные гонки и даже классические раллийные серии. В игровом гараже стоят около 50 официальных автомобилей разных чемпионатов. Там есть и супербаги, и грузовики, и раллийные машины, включая модели, несившие грязь на заре раллийного спорта. Все этапы в игре проходят на существующих в действительности трассах. Всего их воссоздано свыше 50. Колин Макрей Дед уже обзавелся российским издателем. Компания Бука намеревается выпустить игру в конце сентября.